Меня зовут Михаил, и я сегодня хочу поговорить с вами о технологии сэндбоксинг в .NET CLR. Расскажу коротко о себе. Я занимаюсь сообществом юзер-групп в Питере, сообществом .NET юзер-групп, .NET комьюнити. Также работаю продакт-менеджером в компании Цезурити. Это компания, занимающаяся технологиями безопасности, анализом угроз в облаке, противодействием хакерским атакам. Мы выпускаем различные продукты в этих сферах. Кроме этого, предыдущее мое место работы – это компания, тоже известная на рынке и безопасности. Это Positive Technologies. Я там работал разработчиком по проекту PT Application Inspector. Это анализатор кода. Писал ядро для анализа ASP.NET приложений для поиска тому уязвимостей. Как раз для осуществления динамического анализа в этой туле мы использовали сэндбоксингом. Из этой работы родилась тема для этой презентации. Мы действительно это использовали. Расскажу, где еще может быть использована эта технология и вообще зачем она вам. Если вы разрабатываете какую-то плагинную расширяемую архитектуру и ваше приложение чувствительно к безопасности, что здесь важный момент. И вы своим пользователям даете API, используя которую они пишут плагины, возникает необходимость как-то ограничить возможности для этих плагинов, для запуска кода, чтобы злоумышленник не мог воспользоваться вашим API, написать плагин, который на компьютере клиента устроит в адханалию, что-то удалит, что-то отошлет, куда не нужно. Вот такая возможность в .NET CLR есть. Это технология с инбоксинга. Кроме этого, она, с инбоксинг, применяется в различных технологиях Microsoft. Это ASP.NET. Для AIS вы можете задать определенный набор привилегий для вашего приложения, в рамках которого оно будет работать. Про ASP.NET мы еще сегодня поговорим подробнее, там все негладко. Также SQL-сервер. Вы можете запускать под SQL-сервером менеджер-код, и он обязательно запустится в санбоксе. Соответственно, с тем набором привилегий, которые хостовое приложение SQL-сервера при настройке получило. Технология Click-Once. Технология, позволяющая деплоить на компьютер клиента, делать такой простой деплой приложений, и в код деплоя запускается тоже под санбоксом с ограниченным набором перемешанных. Технологии Silverlight и XBub. Это технологии написания клиентского кода, запускаемого в браузере, и клиентского кода, полученного через интернет, соответственно, с вашего сервера. И этот код запускается с очень ограниченным набором привилегий, чтобы обезопасить клиента от возможных атак. Ну и сама технология санбоксинга и всей security-архитектуры .NET Framework не самая хорошо описанная вещь, особенно до четвертой версии. Там много, особенно до четвертой версии, было очень много нюансов, в которых можно запутаться, и поэтому знание здесь помогает разобраться с существующими проблемами, собрать вот этот пазл и понять, в чем действительно у вас проблемы на продакшене. Поэтому знание для этого тоже полезно. Принято выделять пять компонентов в security-архитектуре .NET Framework. Это application-домены, процесс верификации кода, код access security, большой компонент role-based security, куда относятся процесс авторизации, аутентификации пользователя и различные криптографические алгоритмы. Мы сегодня сосредоточимся на трех первых. На основе этих механизмов возможно как раз построение санбокса. Начнем с application-доменов. Кто из вас знает, что такое application-домен? Круто. Практически все. Поэтому не буду подробно рассказывать про сам application-домен, расскажу, как с помощью них можно делать санбокс. Домен — это некое изолированное окружение, которое поднимается внутри силар машины, то есть внутри виртуальной машины силар. Как минимум есть основной домен, и вы можете создать еще дополнительный. Каждый из них будет изолирован. Итак, домены у нас бывают fully trusted и partial trusted. Что это значит? Когда вы создаете домен и не даете им никаких permission по умолчанию, он запускается как fully trusted, и код, исполняемый в этом домене, может делать что угодно. Вызывать любое API.NET Framework, делать пинвок вызовы, и ничем не ограничены. Если вы хотите построить санбокс, у вас есть возможность задать ограниченные permission. С помощью этого механизма ваш application-домен, вновь созданный, будет наделен меткой, что он partial trusted, и будет работать с этим перемешанным. Все, собственно, просто. Домены бывают гетерогенные и гомогенные. Что это значит? До фреймворка 4.0 все application-домены были гетерогенные. И каждая ассембли, загружаемая в домен, имела свой набор permission. После того, как в 4.0 Microsoft пошло по сильному упрощению санбоксинга, они сделали домены гомогенные. То есть вы для домена даете определенный набор permission при создании этого домена. И все ассембли в этом application-домене выполняются ровно под этим набором permission. Тоже как бы простая вещь, но из-за гетерогенных доменов при деплое приложений возникало очень много проблем, потому что можно было для каждой ассембли настроить, администратор мог настроить свои permission и разобраться потом, что у вас реально на продакшн-сервере творится, очень сложно. И, соответственно, поддерживать такую систему сложно, санбокс использовать сложно. Такая логика. Сейчас все упростилось, поэтому работать санбоксом стало проще. Ну и application-домены используются как сама коробочка для санбокса. То есть код изолируется внутри каждого application-домена. Следующий пункт — это верификация кода. Все мы знаем, что у нас C-sharp позволяет писать типа безопасный код. Так? То есть когда вы пишете код на C-sharp, вы при попытке записать, например, в приватное поле, у вас код просто не скомпилируется. То есть на этапе компиляции будут определенные проверки. Кроме… ну, ничто не мешает нам выбросить C-sharp, взять IL, низкоуровневый язык CLR виртуальной машине, написать на нем код, который там что-то читает, пишет ватные поля, и LAS мы можем его скомпилить и попробовать запустить. То есть мы обходим вот эту проверку C-sharp компилятора, просто опускаясь на уровень ниже. Но в этой ситуации у нас включается JIT-компиляция, проверки на этапе JIT-компиляции, которые тоже должны… должны… тут есть нюанс… должны нас обеззапяшивать от таких вещей. Кроме этого, есть еще две тулзы, которые могут быть полезны. Это Native Image Generator. Эта утилита позволяет сразу в маш-коды скомпилировать ваш менеджер-код. То есть JIT переносится на этап компиляции. И с ним есть нюанс. Если вы используете сенгенженные им ассембли, вы не можете их запускать как PairChall Trusted. Они всегда должны быть Full Trusted, и, соответственно, вы не можете такие ассембли использовать в сэндбоксе. И есть P-Verify Tool, утилита, которая осуществляет валидацию ИЛ-кода. Примерно те же валидации, что и на этапе JIT-а. Вот, возможно, кому-то будет полезно, если будете разбираться с этой темой. Сейчас мы поговорим про JIT-верификации. Добавим немного волшебства. Будет небольшой мультик про то, как работает JIT-верификация в зависимости от того, запущен ли код по от сэндбоксам или он запущен просто в Application Domain. Как и положено программисту, мультик про Visual Studio снят. Всем привычная среда. Смотрим, что у нас за код. У нас это код создания нового Application Domain. И мы попробуем в нем прочитать и записать в приватные поля, не используя Reflection, записать и прочитать в приватные поля данные. Это код самого создания домена. Здесь мы видим, что у нас заданы пермишены. И это значит, что у нас Partial Trust Domain создается, и это сэндбокс. Пермишены минимальны. У нас веб-секьюрити-пермишен без него никакой код вообще не запустится в сэндбоксе. Его нужно давать обязательно, когда вы реализуете свой сэндбокс. И веб-пермишен, ну, как бы это к примеру не относится. Смотрим. Что у нас будет выполняться. Создаем класс внутри сэндбокса. И данные о сэндбоксе выводим. И потом вызываем метод AccessToPrivateFields, который позволит получить доступ к приватным полям. Вот код этого метода. У нас есть создание типа нашего пользовательства типа Data. Это обычный класс, у которого есть два приватных поля, пасворд и тестфилд. Одно из них read-only. И к этим полям мы попробуем получить доступ через небольшой хак. У нас есть класс DataProxy, который по сигнатуре схож с классом Data. У него тоже два поля тех же типов. И есть внутри него StructProxy. Основная идея всего хака заключается вот здесь. StructProxy — это аналог union в плюсах, если кто-то знает. То есть там заданы два филда разных типов по одному смещению. И мы в один филд object положим наш созданный объект, а из другого филда достанем его с другим типом. И посмотрим, как этот код отработает в .NET и внутри домена, fully-thrusted домена, и внутри домена сэндбоксом. Это как раз наши филды. Тех же типов, но публичные. Вот мы пробуем, получаем этот класс Proxy. И уже в публичный филд пишем. То есть тут C-Sharp-компилятор все нормально пропускает, так как мы пишем в объект другого типа. Это вывод нашей программы. Два верхних пункта. Это просто информационный вывод о application доменах. Тут видно, что один у нас fully-thrusted домен, другой не fully-thrusted домен, то есть partial-thrusted. И дальше мы видим наш код, запущенный в fully-thrusted домене. И здесь мы действительно спокойно записали в пассворт новые значения и спокойно из приватного поля прочитали. То есть как же так? Но если мы запускаем все это дело под сэндбоксом, мы получаем security exception. И этого не происходит. В чем здесь дело? У нас те самые проверки на этапе JIT-компиляции, про которые я говорил, выполняются, ну, часть из них выполняется только когда мы работаем с сэндбоксом. Когда у нас fully-thrusted домен, так как код полностью доверенный и может делать что угодно, Microsoft отключили эти проверки. По заявлению Microsoft они сделали это по историческим причинам и причинам перформанса. То есть такой код быстрее выполняется. К чему этот пример? Что если вы хотите как-то ограничивать своих писателей плагинов под свою систему, делайте это стандартными средствами. Иначе с помощью такой легкой магии они могут обходить проверки просто потому, что их нет. Следующий компонент технологии сэндбоксинга – это код access security. Это тот самый базовый механизм, который позволяет нам давать различные привилегии коду, управлять привилегиями выполняемого кода. Первое – это политики. Про политики нужно знать одно. В четвертом фреймворке их нет. То есть это та самая тенденция по упрощению кода. В четвертом фреймворке убрали возможность наделять ассембли какими-то политиками после уже разработки. То есть раньше можно было после деплоя с помощью политики задать определенные привилегии для ассембли. Сейчас этого сделать нельзя. Только разработчик на этапе создания продукта отвечает под какими привилегиями будет запускаться код. Следующие – это пермишены. Их много. Здесь я выписал первые пять, которые попались. Их довольно-таки много. То есть с помощью них вы свой сэндбокс можете настраивать, что ему можно делать, что нельзя. Security пермишен должен быть у всех, чтобы код исполнялся какой-то в сэндбоксе. Если это вам, конечно, надо, скорее всего, вам это нужно. Иначе сэндбокс бессмысленный. Reflection пермишен по работе с рефлекшеном. С файлами отдельный пермишен. С сокетами вы можете настраивать, на какие файлы, на какие папки есть доступ к коду, запущенному в сэндбоксе. Как он может работать с сокетами. Веб пермишен вы можете настраивать, каким сайтом может ходить код, каким не ходить. То есть вся эта настройка довольно-таки тонко делается. Следующий большой компонент – это как все-таки осуществляется у нас сэндбоксинг. Какие здесь основные есть механизмы. У нас существует возможность запускать fully trusted assembly в virtual trusted abdomen, то есть внутри сэндбокса. Зачем это нужно и как это делается. Представим ситуацию. Вы разрабатываете расширяемые плагинами и приложениями и решили все-таки делать его на основе сэндбокса. То есть каждый плагин запускать в отдельном сэндбоксе. И плагину вы даете какой-то минимальный набор. Предположим, он просто у вас может считать, ни к какому environment доступ не имеет. И потом разработчики плагинов через какое-то время просят у вас, отдайте нам возможность влог писать. И вы им так раз дали доступ к файлам. А потом они просят, а мы лог хотим в сеть отправлять и на сервере эти логи принимать. Вы доступ им в веб-пермишн дали или сокеты. И потом еще что-то попросили, еще пермишн дали. И в итоге это уже как-то не сэндбокс, им и нужно всего лишь данные обсчитывать. А вы им уже дали довольно-таки большой набор пермишнов. И его конфигурить сложно. И они могут быть слишком избыточны. Чтобы этого не случилось, вы можете в своем API сделать методы, которые пишут влог. Ваши API, ваши библиотеки API будут загружаться как fully trusted. Дергая их, пользователь будет, пользователь плагина, разработчик плагина, соответственно, будет писать влог с помощью ваших библиотек. То есть такая вот API как fully trusted. На схеме как раз красным показано fully trusted библиотеки и как они загружаются в аппликейшн сэндбокс. А вот синий, зелененький, вот этим вот, те, которые partial trusted. Здесь нюанс, что все, что лежит в global access cache, загружается как fully trusted. Это некая гарантия для C-LARA. То есть если вы что-то смогли установить в global access cache, вы ему полностью доверяете. Поэтому он всегда загружает этот как fully trusted. То есть туда попадают, соответственно, все библиотеки самого .NET фреймворка, плюс какой-то задеплоенный вами код. Следующий нюанс это transparency model. Есть level 1, есть level 2. В четвертом фреймворке используется level 2. То, что называют level 1, используется больше для протоколирования, что у вас происходит реально в сэндбоксе, чем для управления зависимостями. Вот что оно из себя представляет. Когда вы пишете код, у вас получается такой некий слоеный пирог из трех слоев кода. Transparent код, safe critical и critical. Transparent код — это код, который запускается под тем набором permission, которые вы дали, который обязательно верифицируется для него, те самые JIT-проверки пройдут. Он не может выставлять себе сам привилегии, то есть то, что запустили, с ним и работает. И, соответственно, пи-инвоку вызова по умолчанию тоже никакие делать не может. Они бы тоже позволили выйти из сэндбокса. Следующий слой. Ну, соответственно, transparent код — это весь код, если вот, к примеру, про плагины, это весь код, который пишут разработчики плагинов ваши. Он пометится как transparent, загрузится как partial trusted assembly и будет выполняться. Дальше, save critical код. Critical код — это, по сути, реализация вашего API. Вы помечаете его атрибутом critical, и он автоматически, это полностью доверенный код, и он автоматически может делать что угодно. А главное, он может выставить себе permission. То есть у вас есть сэндбокс с минимумом permission, и код critical может нужный себе permission поставить, например, запись файл, записать в этот файл, а потом убрать его. Этому коду мы полностью доверяем, поэтому мы его никак не тестируем подробно на предмет безопасности, не делаем какой-то подробный ревью. И у нас есть save critical код. Это такое бутылочное горлышко. Этого кода должно быть мало, и только через него могут осуществляться вызовы из transparent кода в critical. Transparent код напрямую не может вызвать critical код. Он должен делать это через прослойку save critical. Этот слой введен для упрощения анализа кода, проведения security review. То есть в правильной архитектуре такого кода должно быть минимум. Вы должны его очень подробно тестировать и подробно ревьюить. А, соответственно, слой transparent, его валидность гарантирует сам CLR. А слой critical у вас полностью доверенный. То есть его уже не нужно гарантировать, что он что-то вызовет не то, так как вызов только через save critical может случиться. И с помощью атрибутов мы можем легко задавать для классов, методов или для assembly, мы можем задавать, к какому слою они относятся. Ну, собственно, табличка атрибутов. Здесь нюанс, что save critical код нельзя задать для assembly. Это, опять же, поддержание той техники, что его должно быть минимум. И есть allow partner trusted callers. Это атрибут, позволяющий вам в одной assembly иметь и save critical, и transparent код. То есть вам нужно об этом явно сказать. Следующий механизм — это механизм получения новых пермишенов в сэндбоксе. Я сказал, что у вас critical код может выставлять новые пермишены. Например, чтение файл, если для самого сэндбокса их нет. Он создает объект пермишена, делает ему assert и тем самым получает его. Убирать сам выставленный пермишен не нужно, когда этот стэк хлопнется, он и уйдет. То есть это реализовано на уровне CLR. CLR выставляет для определенного стокфрейма флаг, что ему возведен такой марк, что ему возведен этот пермишен. И потом с помощью техники стэкволкинга код, который вызвался ниже по стэку, проходит стэк вверх. И если он нашел этот марк, то окей, значит мы можем писать в файл, например. Если он дошел до кода, который не fully trusted, то дальше он не идет. Значит наша цепочка проверки закончена. Мы не имеем этот пермишен. Вот эта технология стэкволкинга позволяет выставить пермишен в fully trusted коде. Посмотрим сейчас пример. Вот еще одну запись. Пример реализации сэндбокса. То есть самый плагинный архитектур, про который я вот сейчас рассказывал. У нас здесь происходит создание сэндбокса. Весь проект разделен на три проекта, весь сэлюшен. Это проект core, хост и плагин. То есть хост это наше хостовое приложение, которое создает сэндбокс core, это наша API. И плагин это тот самый плагин. В который как virtual trusted запускается. Это код создания сэндбокса, аналогичный коду из предыдущего примера. Мы выставляем пермишены и задаем здесь те библиотеки, которые, последним параметром, которые могут запускаться как fully trusted. Это библиотека с нашим API. Мы могли ее просто задеплойить в GAC, тем самым не заморачиваясь с выставлением прописывания этого в коде. То есть она бы запустилась как fully trusted. И сейчас мы попробуем написать плагин, который… Мы дали разрешение только на доступ к одному сайту. Мы установили веб-пермиссион на доступ к одному сайту. И в плагине мы попробуем обратиться к двум различным сайтам. При обращении просто скачаем там… Сколько у меня же? Здесь 56 символов первых и выведем на экран для примера. Вот у нас… А, ну и, соответственно, будет пример логера, который пишет в файл данные, что происходит. Ну, то есть ведет лог. И, как вы видели, перемешанного на записи файла не было. Он реализуется внутри логера. Сейчас мы посмотрим, как. Конструктор логера помечен как savecritical. То есть он может зваться из transparent кода. Ну, тут взял файл, куда написать. Написал. Вот создание пермишна. И сразу assert его. То есть мы можем писать в файл после этого. И происходит дальше запись файл, тоже через метод, который savecritical, называется write. И уже в методе, помеченном атрибутом critical, у нас сама запись файл. То есть здесь архитектурно как раз так, как я рассказывал. Происходит загрузка плагинов. И в запись файла дальше вывод информации по нашим доменам. Сам запуск плагина. Плагин пробует получить доступ к двум сайтам, скачать первые там символы сайтов, странички. И сейчас мы посмотрим, что у нас в итоге получится. Ну и пишет влог, если саксесс, не саксесс. Вот выполненный пример. Мы видим, что к тому сайту, ПТ-секьюрити, которому мы разрешили доступ, все нормально отработало. Мы получили первую часть странички. А вот Google.ru у нас не получилось. То есть мы видим в полуэксепшен веб-пермиссион, что недостаточно. И вот, по сути, это пример как раз реализации сэндбокса. Пример на гитхабе есть. Если решите, что вам нужен сэндбокс, можно его посмотреть уже подробнее. Один момент. Я обещал рассказать про нюансы, связанные с ASP.NET и сэндбоксингом. У нас в ASP.NET Microsoft изначально придерживалась понимания, что сэндбоксинг нужен для запуска сайтов. Так, в 2005 году они рекомендовали использовать Medium Trust. Это определенный набор пермишенов сэндбокса для запуска сайтов на шарит-хостинге. То есть, чтобы под одним IIS, под одним аппулом мы могли изолированные сайты запускать. Дальше, в 2008-м, эта рекомендация в security-гайдах была для вообще сайтов, которые нас в интернет смотрят, чтобы гарантировать те случаи, когда злоумышленник заливает свой код на сайт, и чтобы выполнение этого кода в любом случае было ограничено очень малым набором привилегий. Но позже эта ситуация изменилась. В 2012-м была зарепорчена уязвимость в IIS, после которой вышла статья, что Purchal Trusted в ASP.NET не гарантирует изолированность этих апплетишн-доменов разных, разных сэндбоксов. В статье очень туманно объяснены причины, и на самом деле причины к самому механизму сэндбоксинга не относятся. Это причины, связанные с механизмом в IIS и генерацией кук. В статье в 2013-м уже более подробное описание вышло. Суть там в чем? Если у вас под IIS стартуют два аппликейшна пула под одной учетной задвисью, то куки авторизационные у вас получаются одинаковые для одинаковых пользователей. То есть там админ и там админ – две разные сущности, два разных пользователя, но они имеют в точности одинаковую куку. Одна от одного сайта к другому подходит. Это именно связано с нюансом генерации кук, и в 2012-м, по-моему, как раз и было по фикшено, добавили дополнительные параметры, которые учитывают сам процесс, сам аппул для шифрования куки. Но по умолчанию не включены, так что если кто-то использует этот механизм, то есть если вы запускаете в одном IIS под одной учетной записью разные аппулы, обратите внимание, возможно, у вас тоже эта уязвимость существует. И так как у нас в сэндбоксе различные процессы вообще внутри одного пула и внутри одного процесса операционной системы запускаются, соответственно, там эта проблема в полный рост. у вас кука подходит от одного, получается, веб-сайта запущена в одном сэндбоксе к другому. В 2013 году на форумах появилась информация, что официальная позиция Microsoft — это не использовать сэндбоксинг, и уже к MVC5 в релизноцах вышло, что теперь MVC5 официально не поддерживает использование сэндбоксинга. Поэтому для ISP.NET сейчас это не так нецелесообразно, использовать эту технологию. И я хочу показать еще несколько примеров атак, на что вам стоит обращать внимание, и какие есть вообще атаки по выходу из сэндбокса, позволяющие выйти. Первый пример — это trusted-chain-атака. Расскажу, в чем суть сперва. У вас есть сэндбокс, есть код, который запущен с ограниченным набором привилегий. И если он может построить такую цепочку вызовов fully-thrusted-кода, чтобы она закончилась выполнением кода злоумышленника, его кода, чтобы вначале получить нужные permission, а в конце выполнить свой код, то, соответственно, этот код выполнится. Пример такой атаки, которая актуальна вплоть для фреймворка 4.5. Сейчас мы ее рассмотрим. Она была зарепорчена в 2013 году и сразу же пофикшена. Но, например, на Windows 7 в операционной системе установленной без security патчей она проявляется. Так. И нюансы. Атака основана на особенностях класса dynamic method. Кто знает, что это за класс? Dynamic method? Расскажу. Dynamic method — это класс, позволяющий вам в реал-тайме формировать код, который будет исполняться. То есть вы можете заимитить, скомпилировать код и создаться отдельный экземпляр dynamic method. И при его вызове у вас этот код вызовется, выполнится на системе. Так вот, с dynamic method есть одна особенность, которая не была описана четко. До репорта как раз этой аналогичных уязвимостей dynamic method выполнялся с привилегиями кода, откуда вышел вызов. То есть если вы им завершаете эту цепочку и вызов, который делает обращение к dynamic method, он pullet-thrust, есть нужные permission, то и код внутри dynamic method тоже pullet-thrust и, соответственно, с нужными permission. Когда это пофиксили, в момент компиляции, то есть создания dynamic method, у вас код получает permission процесса и прозрачность процесса, даже не процесса, а прозрачность того кода, того вызова, в котором он компилируется. То есть если вы из своего partial-thrust кода его собрали, то он будет partial-thrust. И посмотрим еще один мульт. Тут сейчас будет слегка все запутано сначала. Итак, цепочка. Ход для цепочки — это security exception, это конструктор класса из фреймворка, security exception — это класс из фреймворка, который помечен сейв-критикал атрибутом, то есть он может вызваться без проблем из вашего transparent кода. В нем, там сверху было, в property.demon.de происходит сет значений из параметров пришедшего, и на самом деле property раскрывается вот в такой setter, который сейчас на экране, и там вызывается internal class util security object to xml string, вот этот вот метод. Посмотрим дальше реализацию. Так, 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 ну вот это то, что я как раз рассказывал. И уже в этом методе, ну это же получается выполнится после вызова конструктора, написан вот такой незамысловатый код. У вас кастится пришедший параметр к permission set. Здесь класс permission set не играет своей роли с точки зрения безопасности. это как бы просто тип. И на нем вызывается to xml. Запомним. Потом на нем зовется to string, и дальше если мы посмотрим, вот интерфейс, и объявлен у него to xml таким образом. мы его можем переопределить, соответственно, и на объекте, который вернет to xml, вызовется to string. Реализация to string большая, запутанная, нам не нужная. В ней есть один нюанс. Сейчас я докручу. Есть property children, у которого происходит обращение по индексу. Обращение по индексу при компиляции раскрывается в обычный метод. Все, наверное, это знают на CELAR. И при условии, что в этот метод вы можете свой делегат подсунуть, который будет собран как dynamic method, вы получите выполнение его при этом обращении. И вот еще раз вся цепочка подытожена. Код, который был на слайде, это просто декомпилированный код из самого .NET, чтобы было понятно, откуда это все взялось. Просто куски декомпилированного кода. Так. Мы создаем ListView, и ListView позволяет использовать внутренний класс, представляющий себе коллекцию. А у этой коллекции есть виртуальный режим, и при обращении по индексеру мы можем вызвать свой делегат. А нашим делегатом может существовать экземпляр dynamic method. И нам нужно к children его привести, так как children — это ArrayList. И для этого тут как бы эпогеи реюзабельности внутри .NET фреймворка. Там есть специальный класс, который это делает. Здесь важно, что все классы должны быть fully trusted, они должны быть из .NET фреймворка. И вот уже собранный exploit с созданием нашего класса. Мы написали такой permission, в который т.xml как раз делает, про что я сейчас говорил. Это создает коллекцию. Коллекция включает виртуальный режим. и запускает калькулятор. Вот он там. Вот старт процесс. В случае, когда у нас обращение к индексеру происходит. То есть мы вот этот вот dynamic method создали. А, да, и вопрос. Где тут dynamic method? Dynamic method, если у нас есть linkue expression, и для linkue expression мы вызываем метод compile, то результатом выполнения compile как раз и есть dynamic method. И чтобы это как-то интереснее выглядело, и вы понимали, что это некую реальную угрозу может представлять, я все это обернул внутри xbub проекта. Ну и остальные там методы не реализованы. Вот, xbub проект, который имеет html страничку, на которой у нас в iFrame запускается вот этот код, который я сейчас продемонстрировал. Вот здесь виртуалка с семеркой установлена без каких-то дополнительных патчей. И вот мы открываем нашу html страничку, которую на локальном компьютере. Открываем и получаем запуск калькулятора. То есть запуск любого кода произвольного в компьютере клиента при открытии html странички. Чтобы посмотреть, что там действительно есть в сэндбоксе, я это не придумал. И просто так калькулятор не запустить. Вот у нас есть такой xbub с двумя кнопочками. Это просто попытка запустить калькулятор, и там, если присмотреться, есть security exception, который не позволяет это сделать. А вторая кнопка, которая позволяет нашу trusted chain атаку запустить, и она уже запускает наш калькулятор. То есть мы получаем удаленное выполнение кода на клиентской машине произвольного кода. И интернет-эксплорер у нас даже об этом не предупреждает. Но, опять же, это, конечно же, сейчас закрыто в 2013 году, и они изменили поведение в dynamic-методе. Какие у нас есть еще возможные атаки? Луринг атака. Это атака не такого низкого уровня у плана, это атака на логику. Что в нее вкладывается? У вас есть некоторый код, который запускается, и атака относится не только к сэндбоксингу, а вообще к системам, где код с разными привилегиями выполняется. Так вот, у вас есть код, запущенный с минимальными привилегиями, например, в сэндбоксе, и есть у него возможность забрасывать таски к какому-то шедулеру. То есть он может сформировать таску и дать ему шедулеру. А шедулер, соответственно, запускается с какими-то более высокими привилегиями. И в этой ситуации у вас возможно, что код создаст таску, которая будет содержать код вредоносный, который вызовется с более высокими привилегиями. Если сейчас многим показалось, что мы так код не напишем, и это вообще как-то странно, то вот пример. Была уязвимость в SQL, в SQL сервере, она с 2002 года, ее, конечно, тоже закрыли, но там как раз была возможность вызвать процедуру, которая создает веб-таску, и эти таски разбираются с SQL сервера агентом, который запускается с аккаунтом SQL сервера агента, он более высокие привилегии имеет, и тем самым злоумышленник может поднять свои привилегии, выполнив этот код внутри таски, пример ловринг атаки. Для любых других систем, где используется подобная логика, ну то есть создание таска, потом их выполнение, могут быть свои особые уже примеры. Еще один пример. Довольная морда-мару прогрызшая дырку в коробке, как бы намекает, что будет мультик, про еще одну уязвимость. И сейчас мы его запустим. Так, это пример exception-фильтра атаки. Расскажу сначала про сам exception-фильтр. Кто знает, что есть в обработке exception-ов такой этап, как запуск фильтра? Фильтр, exception и фильтр. Нет. Тогда расскажу. Внутри CLR, в механизме обработки exception-ов, вы можете для блока кэч прописать фильтрующий блок. Это код, который вызовется, когда прилетит какой-то exception, и он спросит, хочет ли этот кэч обработать вот этот конкретный exception. Этот блок фильтрации может вернуть либо true, либо false. То есть буду я это обрабатывать или не буду. В самом C-sharp сейчас этой фичи нет. Она появилась в 6.0. Но внутри самой виртуальной машины она есть давно. И неожиданно она реализована давно уже в Visual Basic. В чем там нюанс? Эта фильтрация происходит до схлопывания стека. То есть у вас еще стек не развернулся, и если вы построите опять же fully-trusted цепочку, и код выше по стеку поставит вот марк какого-то permission, а в своем коде внизу вы захотите, например, записать файл, и вам нужен будет этот permission, то он найдется, потому что стек не схлопан, и при стек-волкинке мы обнаружим этот permission. Это как раз и будет демонстрировать сейчас этот пример. Я добавил еще один проект, это в WebA library, а в остальном проект такой же. То есть у нас хастовые приложения есть, fully-trusted core библиотека и плагинная библиотека. Вот в библиотеке на Visual Basic тут довольно-таки простой код, как раз та конструкция фильтра, про которую я рассказывал. То есть мы передаем в класс три делегата, и вот в execute первый делегат оборачивается в try, и вот этот фильтр, one-filter, у нас запустится, если будет exception. Пример запуска плагина. Но так как для стек-волкинга нужно, чтобы вся цепочка была fully-trusted, поэтому сам делегат нам должен прийти из fully-trusted кода. Поэтому класс, создающий этот делегат, должен быть где-то внутри fully-trusted кода, в гаке лежать или внутри вашего API. Если такое найдется, то вполне такая атака возможна. То есть пример немного синтетический, он не про .NET фреймворк, а про вообще построение такой системы. И вот этот класс, который возвращает нам делегат в виде функ, возвращающий bool, и он выполняет процесс, путь, которому мы передали. То есть все тоже довольно-таки простой код. В реальной системе он может быть более навороченный, и одной из функций этого кода будет какое-то действие, которое требует permission. Вот вызов нашего exception-хендлера в Visual Basic кода. И для большей наглядности мы возьмем security.exception наш класс, который я показывал в предыдущем примере, и передадим ему тип object вместо того permission set, который мы передавали в предыдущем. Если помните, там был каст к permission set, и в этой ситуации он не выполнится, у нас будет exception из-за каста, и таким образом выполнение дойдет до фильтрующего нашего делегата. Итак, смотрим. Это фильтрующий делегат, который мы получили из нашего fully trusted кода, и попытка выполнить это. Сначала мы запускаем просто выполнение. Попытка запустить калькулятор вообще у нас там не получилась, мы видим в первой строчке. А потом этот калькулятор запустился, то есть ему достаточно уже имеющихся permission. И сейчас посмотрим в отладчике, куда они взялись. К сожалению, call stack будет, наверное, плохо видно. Вот call stack выглядит так. Вызов конструктора. Вот тот самый вызов конструктора security exception. Дальше мы видим call stack внутри .NET. Уже вызов метода, где происходит тот самый каст, где происходит бросание exception, и дальше уже вызов фильтрующей функции. То есть как раз вот эта цепочка и получилось построить, и произошел вызов фильтрующей функции с имеющимся марком на стеке. Возвращаемся к презентации. Exception filter attack тоже свойственна не только для систем, когда вы сунбоксинг строите. Наоборот, сунбоксинг позволяет предотвратить это вот так, так как вам нужно цепочку построить. Это довольно-таки сложно. Но если у вас есть аналогичный код, что здесь происходит? Здесь происходит имперсонализация под какой-то учетной записью. А дальше код, который после вызова impersonate, он уже выполняется под этой учетной записью. А в finally у вас эта имперсонализация откатывается. Вот этот вот кусок кода с виду, ну как бы простой, он уязвим. То есть если вы в get-файл datals сможете такие данные подать, чтобы отсюда бросился exception, ну судя по названию функции, это, наверное, просто. Какое-то невалютное имя файла, путь к файлу. И сможете все это обернуть в try-catch с фильтром, то ваш фильтр выполнится уже с под имперсонализированной учетной записью. С этим бороться очень просто. Просто добавляем try-catch и catch пустой. И таким образом у вас этот catch обработает все exception, просто их перебросит и не даст найти фильтр выше по стеку. То есть он не будет дальше разворачивать. Если существует какой-то catch без фильтра, то это означает все равно, что фильтр сказал, да, я буду обработать этот exception. На такие catch, например, тот же ReSharper говорит, что они излишни. Вот на самом деле они не всегда излишни. Так, ну все. На этом я заканчиваю свой рассказ про санбоксинг и атаки. У меня здесь как раз тот mint map, на котором мы разобрали все нюансы архитектуры. И ссылки для дальнейшего изучения. Есть тема, кому-то интересная. Про санбоксинг более подробно. Я в основном рассказал основные концепции. И про .NET security тоже более подробно, если кого-то тема заинтересовала. Здесь уже ссылки больше про веб-уязвимости, более практического толка, скажем так. Возможно, тоже будет интересно посмотреть. Классификация так, блок Troy Hunter, .NET 10 project. То, с чего я бы рекомендовал начать. Спасибо. Теперь можно вопросы.